Найдобрейшего времени суток дорогие друзья, с вами как всегда Док Браун, а на ваших экранах Терра Онлайн и прохождение данжа Край Разлома Сегодня поговорим об этом данже, как его пройти, в чем его особенность и вообще зачем сюда ходить И кстати начнем с того зачем сюда ходить Помимо крутых плюшек, которые здесь падают, да это обычно 14 и 15 тир шмотки Здесь также падают очень классные штуки разные такие на крафт Плюс также падают рецепты на перекрафт, да там на разорителя То есть за рецептами сюда есть смысл ходить Плюс также ингредиенты для крафта, дорогостоящие ингредиенты И здесь падает сет покровителя, да сет покровителя Причем ножницов тут тоже падает сет покровителя, поэтому есть смысл сюда ходить Как проходится данж? Ну вот как видите мы аккуратненько проходим, сагриваем мобов Особенно вот интересная пачка вот эта вот, которая стоит прячется за этой башенкой небольшой Ее как-то сразу незаметно, но они там есть, их там очень много Поэтому когда идете рейдом, то проходите аккуратно Сначала их выносите, а потом двигаетесь уже дальше Выносить абсолютно всех мобов, которые есть в этом данже Нет необходимости, вам за это ничего не дадут А ваша главная задача просто пройти дальше Забираем вот этого вот мини-босса, которого сейчас все бьют на видео Его надо снести обязательно, дабы он за вами потом не гнался И дабы он, скажем так, освободил вам проход Ничего сложного, никакой особой тактики Все бьют, хилы хилят То есть, пожалуй, у хилов, как всегда, это самая главная задача Ну, по крайней мере, пока вы не дошли до последнего босса Там у хилов будет еще одна задача, скажем так, немаловажная Ну, а после того, как вы вынесете этого мини-босса Дальше аккуратненько, так же, как мы на видео, увидите сейчас Проходим к следующему боссу уже Музыка Продолжение следует... Ну и собственно вот он первый, назовем его боссом, да, потому что очень жирный, пускай будет босс На самом деле тут все очень просто, группа подходит и массово начинает вливать дамаг в босса Как обычно, все мистики, все мани и жрецы стоят сбоку и не подставляются под морду босса Почему? Потому что, ну, все-таки бьется он достаточно болезненно Поэтому они стоят сбоку, все же остальные массово вливают в дамаг После того, как босса вы снесли, вы продвигаетесь уже, скажем так, дальше к платформе, которая вот рядышком с этим боссом Сейчас на видео вы даже видите, дорога даже отмечена такими маленькими желтыми стрелочками Пять человек загружаются в первый дирижабль, пять человек загружаются во второй появившийся дирижабль И этот дирижабль везет вас прямо к следующему боссу Обратите внимание, что вы пролетаете массу бамов, то есть их никто не бьет, они проходятся в харде Ну а о харде мы уже поговорим в другом видео, здесь пока что вот нормал мод И начнем мы сейчас, вот сейчас будет интересно Почему? Потому что данный босс, к которому у нас везет дирижабль, он уже с особенностями С большими такими особенностями Бьется он очень больно И стоит учитывать то, что, значит, опять-таки все маги и хилы держатся на максимальной дистанции от босса Но на такой дистанции, чтобы они могли отхиливать тех, кто стоит прямо перед боссом, да, то есть ближников Обратите внимание на атаки босса, как он бьет В основном он бьет, разворачивается в ту сторону, на ком висит агр и бьет его И периодически он вызывает вот такую вот мелочь, цветочки Эти цветочки желательно сливать, дабы они не мешали И смотрите, вот сейчас что-то такое вокруг босса зеленое Это значит, что сейчас пройдет стан Все отходят в этот момент То есть видите что-то зеленое, значит сейчас босс будет атаковать, станет И либо ставите блок, то есть блок этот дебаф не пробивает То есть берсы и, собственно, танки стоят в блоке и прекрасно себя чувствуют Все нормально Остальные же отходят Вот сейчас опять будет, тоже будет станет Ставим блок И прекрасно, собственно, себя чувствуем А вот когда он становится красный, ребят, вот такое вот предупреждение Все, кто может, становятся в блок Все остальные просто уходят к самому-самому краю этого комнаты Почему? Потому что будет просто фаталити Будет очень больно, ударит очень больно и, возможно, даже ваншотнит Так что когда он красный, все не берсы и не танки уходят в край Остальные танки и берсы стоят прямо перед ним, но в блоке обязательно Потому что если блок не поставить, то будет тоже очень болезненно Пробьет очень-очень сильно Плюс обратите внимание, появляются разного рода цветы Вот эти вот, он их призывает Они ничего такого особо не делают Просто больно бьются Как бы, то есть не мешают А когда появляются вот такие вот мелочи Такая бегающая Их надо сносить сразу и быстро Почему? Потому что это, своего рода, суицидники Похожие на те, что в замке чудес То есть они взрываются, нанося дамаг Поэтому те, кто не бьет босса То есть там лучники, воины Желательно им переключиться и быстренько снести эти цветочки А потом обратно переключаться и уже бить босса Вот такие вот особенности на этом боссе Учитывайте также, ребята, что в харде Примерно на 25% босс переходит в режим берсерка Его дамаг возрастает на 50% Этого скорость на 68% Очень это все больно И, кстати, небольшая такая еще особенность Нормал-мода этого данжа То, что если вы бьете его очень долго То есть мы, к примеру, его били достаточно долго Потому что пати собралась такая не самая дамажащая Но неважно Суть в том, что в этом данже есть система помощи То есть если вы сильно долго бьете босса Не можете его слить долго Босс периодически становится слабее То есть он становится слабее один раз Потом начинается отсчет Он становится слабее еще раз Опять начинается отсчет И он, то есть как бы до трех раз Вот эта система помощи срабатывает Она делает босса слабее А все, кто умер и, например, лежит мертвый Они, она, эта система их поднимает С полной маной, с полной бодростью И с полным здоровьем То есть все, фулл восстановлены И можете продолжать бить дальше Вот сейчас было только что видно Да, что вот активировалось Такое окошко с таймером справа рядом с радаром Это значит, что идет отсчет Но мы слили раньше Мы слили раньше То есть нам эта помощь не понадобилась Вот так это выглядит Ну, собственно, идет дележка И движемся дальше Собственно, дальше После того, как Хабар разделили И рейд пошел дальше Вам нужно убить трех привратников И после этого откроются ворота К следующему боссу Что нужно делать? Лучше всех мобов не агрить А сагрить аккуратненько Только привратников Они ходят по дорожкам То есть вот сейчас от моста идет Налево дорожка, направо и прямо Вот на каждой из этих дорожек Есть привратник и куча еще мобов То есть не обязательно агрить всех Вот у нас это не совсем получилось Заагрили всех Но суть в том, что можно сагрить поочередно Вынести их И тогда все остальные мобы просто пропадут То есть ваша главная задача Слить привратников И уже тогда дальше откроются ворота И вы сможете пройти к следующему боссу Субтитры сделал DimaTorzok Далее собственно после того как ворота были открыты Аккуратненько не сагривая Заходим к боссу Обратите внимание как мы заходим И где мы становимся Вот эта точка Единственная скажем так Безопасная зона Которая нам в дальнейшем понадобится Тут ставится костерчик И дальше весь рейд идет танковать Босс на самом деле очень противный Мерзкий Но особо сложного у него ничего такого нету Все просто берут и бьют босса Ребят также старайтесь держать босса Постоянно Примерно в центре комнаты Почему? Потому что Эта зараза периодически имеет Такую неприятную особенность Выпрыгивать в текстуры В стены И после этого отагриваться И восстанавливать себе полностью хп Это очень неприятно Особенно на харде Также обратите внимание Что периодически на экране Будут появляться Ник и надпись Что босс призывает пчел В этот момент Тот на кого призываются пчелы Должен бежать к паучкам Вот их даже видно Они по бокам А вот когда написано Что начинает разбрызгивать кислоту И начинает вот такое вот Все происходить Вот именно в этот момент Все бегут к костру Которую поставили в самом начале Сюда кислота никогда не падает То есть Тут всегда все беспроблемно Будьте внимательны С паучками Особенность заключается еще в том Что если в нормал моде Как бы всех этих пчел Которые появляются от босса Их можно слить самостоятельно То есть как бы и не обязательно Бежать к этим паучкам То в харде Это делать обязательно Потому что в харде Они гораздо более дамажащие А когда вы подбегаете К этим ловцам пчел Ну их видно Они внизу такие Светящиеся немножко Вот даже сейчас Там с правой В правой стороне экрана И вот слева Сейчас возле босса Вот это вот Ловцы пчел Они просто Вот вы стоите И они просто поедают Этих пчелок И беспроблемно Все это проходится Так что В общем Будьте внимательными Будьте аккуратны Ну и конечно же Как всегда Следим за хилами То есть если агр Пошел на хилов То надо босса переагривать Дабы хилы всегда были живы Задача хилов Здесь как обычно Только от хил Только от хил Больше ничего Не надо никого бить Не надо никого призывать И только от хил Будьте внимательны Не ходите по кислоте Правильно Прячьтесь От этой кислоты То есть Появилась зона Все Вы сразу Отбежали к костру А уже Когда эти пятна Начнут пропадать Возвращайтесь Обратно Бить босса Ну и до тех пор Пока его Не сольете Ну собственно Ребята Дальше Начинается Самое интересное Обратите внимание Что это уже Последний босс Обратите внимание Что наш рейд Разделен на Три группы Смотрите По левой стороне В полу Видны Торчащие кристаллы Вот таких вот Трех стеночек С этими кристаллами Вот они Внизу их видно Раз Два Три Они как раз таки С трех сторон И каждая группа Вот она становится Со своей стороны Там будут появляться Так же как на киллсайте Будет появляться Кристалл С каждой из сторон Три Их нужно будет Периодически сливать Но об этом Немного позже Смотрите на Атаки босса Очень важно Ребята Дабы Эта зараза Не юзала Особенно АОЕшные Такие массовые Скиллы Которые очень Болезненные Дальше Вы их Увидите Вот сейчас Подготавливают Разряд молний Вы либо Убегаете К самому краю Причем Обратите внимание Что все Пати Становится Сзади Либо берсерка Либо танка А танки Берс стоят В блоке Потому что Бьет очень больно Смотрите Сейчас будет Удар Прошло Некоторых Даже убило Несмотря на то Что спрятались В принципе все Но Были потери Вот чтобы Таких атак не было Жрецы И мистики Должны Снять Щит С босса Обращайте Внимание Под полоской ХП босса Периодически Будет появляться Значок щита Такой Голубенький Квадратик С картинкой Щита внутри Вот как Собственно Сейчас тоже Вести Его нужно Снять И все Остальное Пати Должно Опрокинуть Босса Тогда Будет Все круто Тогда АОЕ Не пройдет И будет нормально А сейчас Появились Кристаллы Как Сливать Кристаллы Кристаллы Ребят Но это Сливать Не сразу То есть После появления Кристалла Вы считаете Один Два И на счет Три Сливаете Кристалл Причем Нужно Слить Все три Кристалла Желательно Примерно В одно Время То есть Не обязательно Прям В еще Ежесекундно Вот в одну И ту же Секунду Слить Но Примерно В одно Время Слить все три Кристалла Тогда поднимутся Все три Стеночки И все Пати Будет прекрасно Чувствовать Есть еще Небольшая Особенность Ребят Если К примеру Все Стали За стеночками То есть Все спрятались А кто-то Один Не успел И он умер То Скорее всего Умрет И весь Раид То есть Тут такая Вот особенность Что Все Должны Стать Спрятаться Иначе Просто Сдохнут Все Каким-то Чудом Периодически Получается Так Что Кто-то Один Или два Человека Из рейда Все равно Выживают Но По сути Вот как Как должно Быть Должны падать Все Но Иногда Бывает Так Что Не все Падают То есть Учтите Что Прятаться Должны Все Главная Задача Здесь Хилов Это Конечно Отхиливать Но Когда То есть Проявляется Щит Щит Нужно Снять И Собственно Босса Нужно Прокинуть Тогда АОЕ Он не Зай То есть Ну Скажем Так На данном Видео Мы решили Скажем Так Пойти По простому Пути Да То есть Мы не Снимали Щит Мы Когда Большая АОЕ Атака Мы Отбегали Прятались Скажем Так К краю Платформы Кстати Обратите Внимание Что Именно К краю Платформы Только Так Иначе Просто Заденет И Пробить Даже Может И Щит Что У Берса Что У Танка Может Пробить Атака Поэтому Только К краю Платформы Ну И опять Та же Ерунда Собственно Что И с Предыдущими Боссами То есть Если Бьете Слишком Долго То Активируется Система Помощи Которая Тоже Кастуется До Трех Раз И Еще Напоследок Небольшой Нюанс Это То Что Когда У вас Начинает Мутнеть Экран То есть Помните Да Как В замке Чудес Тоже Там Такая Все Кричали Пьянь Пьянь Когда Все На экране Плывет Здесь Что-то Похожее Но Просто Мутнее От экрана Ничего Не видно Нужно Просто Подпрыгнуть Подпрыгиваете И Все Нормально То есть Подпрыгнули Но Сразу Экран Стабилизируется Это Такой Дебаф И Кстати Вот Сейчас Было Видно Что Даже Несмотря На То Что Бежал Я К краю Даже Несмотря На То Что Я Стоял В Блоке Все Равно Это АО Атака Пробила Блок И Снес Вами Бывает Иногда Такое Но По сути Босс Достаточно Не Сложный И Если Вы Будете Снимать С него Щит И Постоянно Опрокидывать Что В принципе Вполне Возможно Реально Получается То Проблем Никаких Не Будет И Вы Даже Сольете Босса Раньше Чем Активируется Система Помощи Новичкам Вот Такая Вот Особенность Этого Данжа Ребята Собственно Ребята Вот Такой Достаточно Интересный Я бы Сказал Данж И Реально Конечно Есть Смысл Сюда Ходить Можете Обратить Внимание Сколько Добра Выпало Сколько Разных Шмоток Мы Ходили С гильдией Поэтому Ролили Либо По очереди Либо Забирал Только Тот Кому Это Конечно Классно Классно Сюда Ходить Именно Со Своими Людьми Которые Сидят В РК С которыми Можно Общаться И Собственно Координировать Как-то Действия Это Очень Круто Поэтому Рекомендую Вам Этот Данж Обязательно Пробуйте Его Пройти Будьте Внимательны Обязательно Ребята Потому Что Данж Интересный Особенно На Последнем Боссе Если Кто-то Что-то Завтыкал Ну что ж На этом Все Надеюсь Это Видео Было Вам Полезным И Надеюсь Оно Вам Понравилось Если Это Так Ставьте Лайк И Подписывайтесь А также Не забудьте Посмотреть Другие Ролики По Тере На канале Очень Много Всего Интересного На этом Все Спасибо Еще раз За просмотр Удачи Друзья И Увидимся Еще В Следующих Роликах Не Болейте Пока Пока